По сообщениям прессы, у известной актрисы Ингеборги Добкунайте появился новый возлюбленный, журналист и писатель Михаил Зыгарь, который моложе ее на 18 лет. Пару все чаще стали замечать вместе на светских мероприятиях. Сообщается, что они сблизились во время сотрудничества в мобильном художественном театре-проекте МХТ. Соседи актрисы по британской квартире рассказывают о том, что писатель часто бывает у нее в гостях. Реклама отметим, что несмотря на род своей деятельности, Добкунайте человек достаточно закрытый. О том, что в 42 года она вышла замуж за ресторатора Дмитрия Емпольского и родила сына общественности стало известно только несколько лет спустя, когда на первом канале был показан фильм в честь юбилея артистки. По некоторой информации, гостей на свадьбе обязывали подписывать документы о неразглашении. Точно так же, тихо и без лишней шумихи, не поясняя причины развода, актриса развелась с супругом, который, к слову, тоже был сильно моложе актрисы. Их разница в возрасте составляет 12 лет. Вероятнее всего, о подробностях нового романа Ингиборга также предпочтет молчать. Предполагаемый возлюбленный также достаточно известная личность. Михаил Зыгарь окончил факультет международной журналистики в МГИМО, а также стажировался в Каирском университете. С 2000 года был специальным корреспондентом коммерсанта в горячих точках, в Палестине, Ливане, Ираке и других странах. Кроме того, он работал в должности главного редактора на телеканале «Дождь» и преподавал в МГИМО историю зарубежной журналистики. В 2014 году Михаил и Зыгаря удостоили международной премии за свободу прессы, которую вручает Комитет защиты журналистов. В 2015 году вышла его книга «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России», а в 2017 «Империя должна умереть. История русских революций в лицах» 1900-1917. Обе книги стали бестселлерами и получили одобрение критиков. В ноябре 2018 года креативная студия «История будущего» Михаила Зыгаря заявила о создании мобильного художественного театра, приложения, в котором город становится декорацией, звук дополняет реальность, спектакль разыгрывается в воображении. Первой работой, которая была специально создана для проекта МХТ, стал аудиоспектакль «Тысяча шагов» с Кириллом Серебренниковым, роль рассказчика в котором досталась самому художественному руководителю Гоголь-центра. Слушатель может совершить экскурсию по маршруту между Остоженкой и Пречистенкой, который ежедневно проходит Кирилл в ходе двухчасовой прогулки, одобренной в рамках домашнего ареста по делу седьмой студии. В районе, в котором Кирилл Серебренников гуляет каждый день по два часа, раньше жили аристократы, а затем много артистической публики, Есенин, Булгаков, Шехтель Кикушо, Пастернак и другие выдающиеся личности. Так получилось, что в 1920-1930-е годы истории этих выдающихся художников были связаны с попыткой раздвинуть границы и как-то изменить реальность, а реальность пыталась изменить их жизнь, чата довольно жестоко. Эти истории удивительным образом перекликаются с тем, что происходит сейчас. После первых показов многие зрители говорили, что возникает ощущение, это происходит сегодня, приводят слова продюсера проекта Карена Шейняна, Афиша Дейли. Шайнин отметил, что впервые идея мобильного театра зародилась у них с Михаилом несколько лет назад, а премьерный спектакль создавался четыре месяца. По словам Загоря, полноценный запуск приложения планируется весной 2019 года. К тому моменту там должны появиться новые спектакли. Стоит отметить, что за последние несколько лет студия История будущего приняла участие в запуске нескольких уникальных проектов, 1917. Свободная история в честь столетия Октябрьской революции. Онлайн-игры об истории СССР. Карты истории документального сериала 1968. Диджитал для смартфонов о том, как 1968 год изменил мир. Продолжение следует...